Вы сказали о недостаточном настрое, но не связан ли этот настрой еще и с недостаточным физическим подготовкой на данный момент? Я еще раз повторяю, я не могу вам цифры говорить, потому что есть внутренняя кухня и физическая готовность. И когда у человека есть... У вас есть в кармане деньги? Есть. Вот если они у вас есть, а вы их не хотите по той или иной причине достать, ну бывает такое, ну жадный вы, ну бывает такое. Еще раз вам повторяю, для меня самого чуть-чуть загадка, потому что мы провели тестирование и я просто знаю их результаты. Значит, возможно, может чемпионаты Волгу, все-таки у нас пять футболистов откуда приехало. И, как говорится, душу не загранишь, футболисты классные. Может быть определенный пик формы прошел, и пока не окунулись в нашу действительность. Я еще раз повторяю, ну... Я вам еще раз повторяю, я говорю о том, что у нас, о том, что у них, мне сложно сказать. Люди разные характеры, разные. Поэтому надо разобраться. Здесь, знаете, честно говоря, нет, не потому что мы заслуживаем извинения, а просто это, ну это слишком дешево сказать извините и все. По-моему, так. Вот надо было сегодня не извиняться, а выходить и доказывать свою правоту на деле. Ну а в том, что не доработали, естественно, я должен тоже подумать очень-очень внимательно. Если брать скорости, то да. Если брать скорости, то да. Понимаете, да, что я говорю? Скорость и, как говорится, самодача, самопожертвование. В средней линии передерживают вещи. Как я воспринимаю вас? Давайте не будем... Я еще раз повторяю, ни разу вы от них меня не услышите про одного футболиста. Потому что, еще раз повторяю, они все от меня слышат. Другое дело, что не выполняют, значит, надо определенные действия предпринимать. А то, что вы видите, вижу и я. Ну, согласитесь. Не дай бог, кто-то это подумает оправдание. Но те футболисты, которые нашу игру убыстряли, Павленко, Элитон и Майдана, их нет. Но это, опять же, повторяю, неоправданно. Надо находить, значит, другие вещи. А когда вообще был меня в Спартак, который вы привыкли? Ну, тот Спартак, за который вы привыкли болеть и поддерживать, я тоже непосредственное участие принимал, как говорится, я помню. Очень хорошо. Другое дело, что жизнь меняется, футбол меняется. И с тех времен прошло много времени, поэтому... То есть это уже не будет? Это будет. Я тебе еще раз повторяю, молодой человек. У кого-нибудь веревка есть в себе? Я думаю, тоже не стоит. Поэтому еще раз повторяю. Если тебе больно... Мне очень больно. Мне даже стыдно. Ну, я сижу. Ты говоришь, а я должен это все исправлять. Если я вот так же, как ты, буду реагировать, то это плохо. Удары тоже надо понимать. Рекомендую. Жизнь только начинается от этого. Если по всякому поводу мучить. Всю-сю-сю-ка цель. Недолго мы тебя ответим. Вопросы конкретные, получи конкретные ответы. Спасибо. Возьмите в планах отечественных игроков. Мацан Анатольевич. Первый... В прошлом году, вот на самом деле, даже меньше года, да, нацисты переиграли полностью. Провезло на последней минуте. Первый раз, на мой взгляд, изменилось за эти полгода. Почему команда сейчас? Они нас переиграли. Могу? И второй вопрос. То же самое, что вы сейчас сказали о том, что безвольно сегодня команда играла, то же самое из ваших чувств было, когда вы вышли, помните, на Европу, и сказали, что такой безвольной команды не было, да? Это было Своенцем. Да, вы когда были, как бы, рядовым, я не помню, капитаном или игроком, и от вас, можно сказать, ничего не зависело. Вот сейчас от вас все зависит. Вам никто не мешает в вашей работе, чтобы что-то изменить или повлиять. Получается так, что они не хотели играть и не хотят играть. Может, молодых надо это поставить, посадить всех этих заслуженных европейцев? Что-то предпринимать. Было вопрос. Спасибо. Ну, во-первых, еще раз вам повторяю, когда мы начали сезон, был такой опять период, мы для себя выводы сделали и перестановки были, которые нам сразу, естественно, дали результат. Трех футболистов, я вам назвал, которых нет, которые нам помогли нашу игру украсить, улучшить и давать результат. Сейчас их еще раз повторяю. Были бы они, не были, не знаю, какой был бы результат. Но то, что люди стали забывать, что мы Спартак, вот это меня сильно расставило. Согласен, что все зависит от меня, судя по всему. Владимир Владимирович, а в свете двух последних поражений, будет Спартак активнее на время, как оцениваетесь, может быть, и в коррекции, и в обществе, и в каждом году. Вы будете. Дело в том, что в Борде есть этика, которая... Ну, я все время одинаковый. Вы, наверное, это уже чувствуете. Нельзя говорить вещи, которые есть внутренней. Здесь предложения. Каждый день читаю нашу букваристов на бумаге. Еще к нам ничего не пришло, так говорится. Мы тоже занимаемся. Ну, еще раз повторяю, это было дело долгое. И не так просто сейчас. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ